такая картина вот посмотрите это называется внутреннее расслабление внутренней окоченевшей ты понимаешь да анечка у тебя рука сейчас свобода нормально как бы да но глазки открой нет но я знаю и у меня вообще всегда есть я даже сижу просто расслабленность на руки зажатся мать вот это внутреннее напряжение да и смотрите дальше если мы руку медленно открываем она все равно застывает какой-то позиция должна упасть физиологически биодинамически она застыла в очень неудобной позе тебе удобно так анечка представлять настолько она привыкла и это к чему приводит постоянные усталости потому что всегда нужно преодолевать вот это вот внутреннее напряжение и человек естественно любое движение тратит насколько много ну больше сил чтобы что-то сделать и получается у нас тут здесь у анюты вот куда ее не поставить рука она застывает вот у нас время есть куда ну должна свалиться куда-то никак вот и рука такая значит тут еще можно чтобы смотреть пальчики насколько они открываются этот пальчик у нас открывается более-менее но до конца сложно но идет потихонечку вот и стоп тоже то есть получается что у нас пальцы рук кисть рук руки тоже напряжена поделись они вроде бы двигаются если мы пробуем вместе вот она держится вместе то есть рука зажата внутри пулак да ну может это психологическое что хочется надеться держаться да ты сейчас можешь скажу что ну и смотри давай о прекрасно психологически это всегда любое напряжение это что первую очередь внутреннее напряжение связано естественно психосоматически с чем-то но иногда это может быть последствий каких-то там так так